Друзья, всем привет! Давно-давно обещал вам рассказать про подработку на доставке еды. Сейчас что-нибудь попробуем снять. Итак, друзья, ну в общем, не успел я немножечко... Поступил мне заказ, в общем, приехал я в такой вот кафе, который называется Red Robin. Супер такие крутые бургеры здесь, все такое, ресторанчик. В общем, поступил заказик, я приехал на 11 с копейками там заказ у меня. В общем, что у нас тут? Приходишь в ресторанчик, показываешь мобильник, говоришь там, I need order for... Сейчас вот имя клиента там, например, там, Анна, там, I need order for Anna. Все, сказал, они такие, окей, там, можешь ли ты подождать пару минут? Да, конечно. Постоял, подождал, приносят, в общем, мне в сумочку кладут там, в общем, еду в пакетике. Еще я очень не люблю, когда напитки. Ну что ж, куда ж без этого. В общем, и все, как бы, едешь к клиенту, все, навигаторчик тебя ведет. В общем, никаких проблем нету. В общем, катим. Потом еще немножечко сейчас расскажу вам, как, что проходит. Отвез с Ред Робина еду клиенту, комплекс апартментов. В принципе, нашел сразу, бывает по комплексу ездишь, пока там найдешь это здание, они такие вот разбросанные, как правило, двухэтажные здания такие. В комплексе там обычно ABCD, вот эти здания подписаны, вот так вот. Нашел сразу, чуть достучался, мужик в трусах вышел, кричит на жену, на свою там, идите, еду привезли. В общем, тоже такая выходит, все такая. Короче, отдал им пакетик с едой. Еще, когда к ним ехал, мне сразу уже поступает уведомление на телефон, что следующий заказик, кто-то где-то заказал. В общем, пиццерийка, я думаю, пока я тут доехал, минуток 6, тут пицца обычно, а не быстро. В общем, сейчас еще зацеплю, там заказик я уже видел, там 12.60, что ли, заказ, не помню. Я потом сделаю скриншотик вам, посмотрите все там эти заработки мои за сегодняшний вечер. В общем, побегу за пиццей, потом продолжим наше с вами общение. Ну вот, буквально вот с этой вот кафешечки пиццерия. В общем, забрал пиццечку, такая большая, мне даже не влезло в пакетик, в мою сумочку эту красную. В общем, сразу вспомнился сюжет из фильма, когда пиццу я взял. Я не всегда пиццу вожу, редко, в основном так в пакетике какая-то еда, в контейнерчиках, как правило. В общем, вспомнился фрагмент из фильма «Один дома», когда чувак этот подлетел и какую-то статуэтку бронзовую там сбил. В общем, такие дела. Ну что ж, везем клиенту пиццу и еще на счет добавляем 12 долларов. Как-то так, продолжаем движение. Ну вот, приехал на третий заказик ресторан «Обхеручий» на улице Чкалов-Драй. Ну вот, друзья, в ресторанчике «Обхеручий». Честно говоря, с друзьями не пошел бы в такой ресторан «Обхеручий». Вообще, ужасное название, честно говоря. Ну что, забрал пакетик с едой. Ехал 12 минут сюда, приехал, уже готово. Это как бы классно, когда приезжаешь и забираешь сразу пакетик с едой. Это очень классно, потому что иногда приходится 15-20 минут ждать. Это вообще жесть, потому что за это время можно уже и отвезти заказ, и следующий получить. В общем, тут время, деньги. Вот. Везем клиенту. Сегодня такая полнолуния там прикольная. Катим дальше. Остановился спецом напротив вот этого красавчика. 3.0 Turbo старый Мерс. Очень много на дорогах Америки таких вот старых Мерседесов. И более старых моделей, и вот 123-й кузов. Этот я не помню, может, 115-й. Напишите в комментариях, кто помнит, какой этот кузов. Вот. Но следующий помню точно 123-й. У моего дедушки 123-й Мерс. 2.0 дизель обычный. А здесь в этом вот 3.0 Turbo там сзади спецом сходил, почитал там. 300-й Turbo. В общем, да, здесь очень много таких машин. Они не ржавые, они в хорошем состоянии ездят. У Мерсов же движочки эти миллионники. Там цепь внутри мотора как бы не ремень на ГРМ, а цепь. Они ходят очень-очень надежные, классные. В общем, такие дела. Про Мерса вам рассказал чуть-чуть, хотя не знаю, какой кузов. Вот уж интересно как. Вот. Неважно. В общем, третий заказик откинул. Сейчас дали мне сразу заказ на 6 долларов. Ехать далековато. В общем, я подумал, что за 6 баксов за этих убью полчаса. Вообще невыгодно. Сейчас посмотрим, что тут еще. Какой нам четвертый заказик подкинут. Поеду домой, наверное, уже. У нас как бы 9.01. В общем, как бы время такое. Я думаю, еще один заказик сделаю и поеду спать. Потому что завтра на работу с утра. Вот. В принципе, что про доставку еды, друзья, рассказать вам. В принципе, как подработочка. Очень классно. Мне очень нравится. Вечерком вот так вот прокатиться. Можно, если и так вот. У меня вот первый час сегодня получился. 24 доллара. Пускай там пару долларов откинут на бензин. Пару долларов на налог. Чистыми. Двадцаточка за час. Я считаю, что это вообще прелесть. По мне поездить, музычку послушать. Вообще не напряжно. Я как бы уже год этим занимаюсь. В принципе, мне нравится. За вечер можно вообще не напряжно сделать. 70-80 долларов. Ну так, ближе к соточке. Уже, конечно, надо, наверное, часиков 5 побомбить. Но, в принципе, это неплохо. За месяц набегает. Если так более-менее, то за месяц можно сделать. Там тыщенку. Я считаю, что это практически закрыть аренду жилья. Это очень даже неплохо. Общался здесь с людьми. Некоторые ребята, вот, мол, вот недельку-другую покатался. Там пару сотен туда-сюда. Ерунда. Вообще не хочу этим заниматься. Ну, в принципе, да. Деньги небольшие. Но, как подработка, вечерком вот так вот выехать. Мне нравится. Не знаю. Это, в принципе, такой, как говорится, по типу низкооплачиваемый труд. Но мне вечерком не напряг прокатиться. Там 50-70 долларов взять. Это тоже деньги. В том-то и смысл, что считать нужно, как говорится, степ-бай-степ. Пока мы здесь еще потихонечку. Вот второй год мы живем. Изучаем потихонечку язык. Приспатриваемся, что к чему. На старт, я считаю, это неплохо. Опять же, машина вот эта в кредит у меня. И тоже этих денежек там на выплату автомобиля. Я считаю, это нормально. Я ездил в Портланд. Где-то месяцев 9 я работал, ездил в Портланд. Это через речку. Но бывали такие моменты, что я оказывался от дома нужно было ехать где-то 30 километров. То есть минут 25 надо было ехать. Вот так вот навигатор показывал. Но с учетом трафиков тут точно не рассчитаешь. Но в принципе, это тоже наматывался пробег. Я тогда на посадике резанул, конечно, капитально. Сейчас уже в Ванкувере эта доставка еды появилась. Они меня в Портланд уже не пускают. Только в Ванкувере могу ездить. Но мне написали, если ты хочешь работать в Портланде, напиши нам. Мы переведем тебя в Портланд. Либо в Ванкувере. То есть определяйся. Либо там, либо там. Потому что разные штаты. Выбирай. Либо там, либо там. Но здесь в Ванкувере. Сейчас я практически возле дома. Буквально мне здесь минут 7. Сколько тут километров? Я не знаю. Километров 6 до дома мне. Ну, это вообще рядышком. В принципе, тут по городу такое катаешься. Устраивает. В принципе, доволен. Таких казусных моментов практически не бывает. У меня один нюанс был. Буквально на днях. В общем, номер дома был указан в системе 408. Клиент жил в 409. Это было почти 11 часов вечера. Последний заказ у нас. Доставка до 11, как правило. Я приехал. Стучу. Никто не открывает. Стучу. Никто не открывает. Звоню, 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 звоню. Трубку не берут. В общем, окей, что оставляю еду под дверью и уезжаю. Практически уже дома подъезжаю. Звонок мне. Вот там, где моя еда, все такое. Говорю, я оставил твою еду возле двери. Посмотри. А у меня 409 дом. Такой сразу со старта. Наверное, уже понял, что там его косяк был. Неправильный адрес указал. А у меня 400... Он сказал 409, я по 408 оставил. Там напротив. Я потом по карте посмотрел напротив. Вот. В общем, ну... Я пишу, что... Ну, сходи там, забери в дом напротив твоя еда. Извини, я оставил. Приедь, привези мне. Я говорю, я не могу уже. Я отвез. В общем, там... Писал смски, матерился. Что за фигня такая? Я буду в вашу компанию звонить. Я говорю, ну, пожалуйста. Если ты неправильно адрес указал, то это твоя проблема. В общем, культурно так отвечал, ничего там. У него там через каждые слова там фак-фак-фак-фак-фак. В общем, ну, ничего такое. Как бы... Я так культурно, потому что они... Вот это все... Там получается номер клиента. Он идет через переадресацию. Я не могу клиенту напрямую позвонить. И клиент мне напрямую не может позвонить. Специальный номер выделен такой, чтобы личные данные не разглашались. В общем, я думаю, в любом случае, они все вот эти вот смски, вот эти все звонки, они могут там либо прослушивать, как с клиентом общаешься, либо смски, вот эти вот просматривать, как, что. Я культурно отвечал, потому что я знаю, что это может быть. В общем, никаких вопросов не было. Мне на электронную почту ничего с компанией не писали, не звонили, никаких вопросов не было. Еще однажды тоже был звонок такой. Мне позвонили. В общем, я не сразу понял. По типу, нужно еду, там открыть дверь, занести прямо в дом. Я, в общем, я подумал, что мне говорят, что тебе нужно там клиенту подносить еду под самый дом. Я говорю, ну, я так и делаю. Я сразу не так понял. Я говорю, я так делаю, я всем там стучу в дверь и отдаю в руки еду. А мне говорят, нет, нет, это заказ там для, там, имя человека назвали. Я смотрю, я еще еду, то есть, за заказом для этого человека. Я говорю, я, I'm on my way, я в пути там, в ресторан. Они такие, да-да, принеси ему еду в дом, то есть, открой дверь. Дверь будет открыта, он инвалид, то есть, зайди. Вот, в общем, тоже такой вот один раз мне звонили, что... Ну, там получилось так, что я приехал, это был какой-то праздничный день, и кафе было закрыто, я приехал, кафе было закрыто. Я, в общем, наверное, потом человек, может быть, с другого кафе еду заказал. В общем, отменился этот заказ, я только зря съездил. Вот, ну, в целом, таких казусных моментов не бывает. Все нормально, все тихо, все спокойно, в принципе, такое. Вот заказик мне уже не поступает, сейчас, наверное, я уже поеду домой. В принципе, друзья, вот, что у нас здесь выйдет. За полтора часа у меня я сейчас сделаю скриншотик, сколько я там заработал, покажу вам. В общем, друзья, всем спасибо за просмотр. Если какие-то у вас остались вопросы, пишите комментарии. Как обычно, делайте репосты моих видеороликов, немножко помогайте мне, чтобы там побольше людей смотрели, я стараюсь. Не очень много времени для канала, но так кое-что буду снимать для вас. Пишите, если что-то интересует, может быть, какую-то информацию буду вам рассказывать, снимать, рассказывать, показывать. В общем, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем всего хорошего. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok